Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды Так, ежедневные награды, лига мастеров 2 звезды Так, забираем с тобой награды, идем сюда Пройти серию испытаний, это я сделал Так, открыть колоду Сразиться в боях Так, начнем наверное именно с боев Где у нас сплинтер, мы ищем на него, да? Так, прокачивать будем до пятой ступени Для этого нам нужно с тобой, е-мое, 3 куклы Дарума Так, шансов наверное вот здесь больше вытянуть Так, одна куколка есть Вторая Ну, давай уже последнюю, третью Шикарно Так, значит куклы Дарума у нас уже собраны Что нам дальше нужно? 8 пленок с катушкой Хорошо, я думаю что лучше всего фармить А вот, подожди, какой вот здесь? Хотя, да, можно здесь Давай, ребята 8 нам нужно, да? А нам выпадает кукла Дарума Так, раз Подожди, я по-моему не то делаю Нам нужно вот здесь искать Так, одну только нашли Да елки-палки, что ты будешь делать? Что-то не то Давай еще разок Так, вторая катушка найдена Что-то как-то плохо все идет у нас Третья Давай дальше Четвертая Так, давай пятая Пятая И еще остается три Так, это минус Две А, у нас пицца закончилась Все, ребята Короче, нам нужно с тобой найти будет Еще две катушки с пленкой И 12 номеров Все С этим мы разобрались Так, теперь давай завершим задание здесь Посмотрим Так, открыть колоду Поднять уровень персонажа Открыть колоду Так, где у нас колода-то? В магазине, конечно же Где еще может быть колода? Елки-палки Ты что, совсем забыл, что ли, уже? Разволновался, бедолага Так, здесь мы с тобой забрали Заходим в предметы Опачки Ребят, фартит Фартит У нас уже 80 ДНК, получается, да? Для Рокстеди 80 То есть еще нужно 20 Так, по монетам все у нас пока плохо, ребята Да? Мы с вами Мы с вами на Леонардо Хотя, подожди Почему плохо? Все нормально, ребята 60 Монет я нашел То есть 3 ДНК я приобрел Ну, а по жетонам, как всегда, все очень плачевно Так, забираем здесь с тобой награду И нам нужно поднять уровень персонажа Ну, давай посмотрим, во-первых, сколько у нас с тобой мутагена Так, я что, не переключился? На Армагона не хватит, по-моему, да? Не хватит Нужно всего лишь 5000 мутагена Ну, я знаю, где их взять, друзья мои Мы с вами Да что такое? Что с игрой? Почему подтормаживает опять? Как меня вот это вот раздражает? Бесит просто, ребят Сегодня весь день Я сегодня У меня уже подготовлено 8 видосов Понимаешь? 8 И я не могу ни одного выложить Потому что интернет постоянно сбивается Постоянно Он обрывается Я не знаю, что со связью сегодня происходит Поэтому, друзья мои Как бы Я не старался Сегодня не получится Я даже не знаю Этот видос, наверное, вообще Выложится завтра Это в лучшем случае Потому что я только начинаю выкладывать У меня обрыв связи Соответственно Видосик не закатывается То есть не сохраняется Он в ютубе Так что, ребята Не знаю И вот Ничего себе В первый раз вижу такие значки техники Ого Круто Так, ладно Мы с тобой немножко отвлеклись Так, сегодня у нас будут испытания Испытания у нас будут Усаги против техники И, конечно же, платиновая техника Пойдем, наверное, сразу вот сюда Думаю С этого лучше начать Так, смотри У нас Есть Есть, ребята Кем побороться Поэтому давай попробуем Ты прекрасно понимаешь Зачем я прохожу эти испытания Именно платиновые Для того, чтобы получить Определенный элемент Который мне очень нужен Так, уложили мы с тобой Дрона Так, маузеры Ну, маузеров здесь так легко Не ушатать Хотя, ребята Семьдесятый уровень Пока Пробиваем Но тут не забывать Три волны будет Так, здесь у нас сколько? Четыре дрона Давай бросим, наверное, бомбочку Замедляшку Посмотрим Она замедлила Только лишь одного Это плохой результат На самом деле Ну-ка Давай маузеров Позовем Чтобы они быстренько Тут разобрались Ага И у нас здесь будет с тобой Босс Который Прячется на помойке Все мы прекрасно его знаем Вот он Так, ну что Давай ему пропишем Звездюлей Так Теперь что? Можно поджечь его Попытаться Окей Так Заблокировать способности Нормуль Ракеты он уже не сможет А как? А, это у него обычный удар Все, я понял И все, ребята Первая победа за нами Давай посмотрим Что нам с тобой Здесь достанется Так, победа А, ну у нас же получится Элемент Элемент, который Ну, по стандарту идет А фармить мы уже будем с тобой В том случае Если не пройдем Следующее испытание Ну-ка посмотрим Так, саряжение техники Мы зарабатываем Вот эти орнаменты Мне нужны А сейчас хочу посмотреть Что у нас на эпизоде 2 Слушай 80 уровень Можно, в принципе Попробовать рискнуть Ну что же Поехали Три волны Все как обычно Так, вот начнем с этих Наверное, да? Так, минус 1 Сразу же его накрыли Так, давай Вот этого теперь попробуем Че же они все На шарханата лезут, а? Мне, наверное, придется Здесь врубать провокацию Скорее всего Вначале защиту Да, так будет лучше А теперь А теперь провокацию И это я сделал На первой волне уже Да? Печалька Так, ну что Добьем его Что он там делает? Захилялся Да вот уже дудки тебе, парень И пробивной Все, ребят Переходим на вторую волну Так, а здесь у нас Роботов очень много Так, ладно Минус броня, да? Так, маузеры Будьте добры Пробейте их, пожалуйста Всех Четненько Так, и Как обычно Робот Помощник Его можно назвать Робот-бомж Или Крэнк-бомж Вот так вот будет Даже лучше, наверное Ну что, поехали Блокируем ему сразу Способности Слушай, мне кажется Он сейчас звездонет По тигру Воу Ты, парень Ты потише, пожалуйста Тут буянь-то у меня Так Ракеты Блин, надо было Поджог, наверное, сделать ему Смотри, какой крепкий Эй А может заморозка сработает? Заморозка сработала Прикинь Так Хоба Ха-ха Зэк крут Зэк молодец Пробил все-таки Этого Крэнга-бомжа И мы с тобой здесь победили Соответственно Получаем элемент Значит Мы можем с тобой Спокойно фармить Вот эти два уровня Если нам Это нужно будет А мне, скорее всего Это будет нужно, ребят Так Ну что Здесь мы закончили Идем Вот Многие спрашивали, да Рэй Как ты получил Усаги Ребят Вот Объясняю Для того, чтобы получить ДНК Для персонажа Усаги Вот такие проходят Испытания В данный момент Это эксперт На Усаги Усаги против техники Вы заходите сюда Перед вашим носом Вот Шесть эпизодов Начинается с самого первого Да Самый легкий Самый простенький Как раз для новичков Естественно Ты идешь В бой Но не так Как я сейчас Сделал Друзья мои Выбираешь Вот сюда Кликаешь И набираешь персонажей Которыми ты будешь играть И все Дальше Только от тебя все зависит Побеждаешь Получаешь ДНК Проигрываешь Ничего не получаешь Выигрываешь Но не с тремя звездами Все равно Ты получаешь ДНК Но Лишаешься возможности Фарма Что такое фарм? Когда ты проходишь Это испытание На три звездочки То есть не потеряв Ни одного персонажа У тебя будет возможность За сыр Проходить это испытание Но Не участвовать В этом бою Понимаешь Ты просто кликаешь Главное чтобы у тебя были еще Для этого телепорты Телепорты Это желтые карточки Которые отмечаются Наверху Рядом с нашими Откатами Вот в данный момент За победу Я получил ДНК На Усаге Все Я их забираю Так как этот эпизод Я прошел на три звезды Как ты видишь На три звездочки Мне достаточно кликнуть Вот сюда Чтобы Сразиться Еще один бой И За этот бой Можно получить Вот эти вот награды Ребята Тигриный коготь Усаге Дони Баксер Стукман И Майки Но помимо этого Можно еще получить Также Жетоны Вот эти вот Пульт Доллары Кошка И серебряные осколки Поэтому Нет гарантии Того Что вы Именно сразу Получите Определенное ДНК Причем Эта ДНК Будет всего лишь Один раз Вот ты сейчас Получил Например Усаги На роли То есть Следующие попытки Ты сможешь Сделать уже Завтра Через определенное время Ну так как я Имею Усаги полностью Да Он у меня собрат Давным-давно Плюс он у меня В платиновом Ранге Как вы знаете Кстати Я не помню Что у нас Что у нас Разыгрывается На последнем Эпизоде Какие персонажи Кстати Надо дойти И посмотреть По-моему там Разыгрывается Слэш А слэш Мне нужен Так что ребята Я заинтересован В принципе В прохождении Этого испытания Так Забомбили мы Здесь Усаги Пока все легко И просто Но вот Слушай Дальше по-моему Будет сложно И скорее всего Наша команда Не пройдет До конца Знаешь почему Потому что Слишком Много слабых Обычно мы Усаги бомбили Нашими Имбовыми Персонажами А здесь Ну кто у нас Имбовый Да нет таких И это плохо Это очень плохо Поэтому Мы наверное Еще Эпизодик Другой Пройдем И все И встрянем С тобой И пойдем Уже проходить Арену Так Усаги Решил сделать Свою Козырную Атаку Ну пока У него уровень 60 Ребята Мы еще Здесь терпим Да Вот это все Так Грипп Успокойся Пожалуйста Бросаем Бомбочку Замедляшка Сработала Только на Двух Так Теперь Выпускаем Волну Бакс Ростокмана Усаги Как ты видишь Великолепно Стоит на ногах Делает Удар По железноголовому И ничего ему Не наносит Существенного Урона Существенного Он по крайней мере Не сделал А мы его Вырубаем Все ребята Переходим С вами На следующий Поединок И Ну там Я в принципе Тоже уверен Что мы Справимся С тобой А вот Дальше Который Будет Там уже Будет Под вопросом Друзья Я боюсь Больше За зека Зек 80 уровня Он сам По себе Слабенький Так И кстати Здесь Очень хорошие Персонажи Разыгрываются Здесь Доктор Роквелл И кролики Ну Маузеры В костюме Кроликов Так Есть у нас Здесь Не забывай Провокация Которой Надо Наверное Воспользоваться Так Вначале Замедляшку Бросаем Сработано Отлично Волна Вообще Изи Ребят Ну это Даже Неожиданно Для меня Макстер Сток Он повесил На усаге Постепенный Урон Который Его В принципе И уничтожил Это бывает Очень редко Но метко Ну что же Мы с тобой Переходим На следующий эпизод И попробуем Пройти его Видишь Три ДНК Мы уже получаем Так Ну что Эпизод Пятый Вот тут Ребята Уже начинаются Первые опасности Потому что Восьмидесятый уровень Мы с ним Мы с ним На равных У нас Только Бакстер Сток Он по-моему Девяностого Так Тихо Смотри Что он творит Ай-яй-яй Он еще и Контратаку Повесил Это плохо Друзья Ой-ой-ой Что он делает Ты посмотри Так Я попробую Блин А что мне Здесь попробовать Заблокировать Способности Усаги Как вариант Теперь Ой-ой-ой Сейчас они Как мне обратно Надают Люлей Смотри Раз Два Так Железноголового Я только хотел Друзья мои Сделать Блокировку И не вышло Ни шишарики У меня Ладно Попробуем Добить Ага Так Теперь Стреляем Очень сильный Усаги Здесь ребята Очень сильный Все У него Слезла Немота И естественно Он переходит Козырочке Своей Вешает на нас Постепенный Урон Но мы ему В ответку Так Ты смотри Какая у него Инициатива Ребята Сейчас кого-то Уложит Нет Не уложил Тогда я тебе Скажу следующее Ему крышка Вот и все Так ребята Мы здесь с вами Тоже проходим На три звезды Ну эпизод Наверное Пятый Или какой там У нас будет Шестой Я думаю Нет смысла Туда даже Бежать Потому что Я не справлюсь Уже здесь На пределе Было Даже ты наверное Заметил Да Уж больно Сильно Он Танкует Хотя Эпизод Шестой Последний Эпизод Шестой Вот здесь Кстати Смотри Можно вытянуть Донателло Космос Который мне нужен Можно Можно выудить Маузеров Кроликов Да Вот они И Доктор Доктор А он А он еще На их Вешает Контратаку Да Защиту Все 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 Ребят Это Game over Ты посмотри Сколько Недамага Наносят Этому Только Сейчас Надо Сделать Супер Удар И все И крышка Нам Я конечно Заблокирую Потеряю И даже Не заблокировал Все Ребята Следующий Готов Да Нет Это Конечно Жесть Баксер Сток Прости У меня Не было Другого Выбора Конечно Каждый Бомбанят И все Ребята Ему Крышка Ай Ай Железноголовый Упал Да Нателла Как-то Умудряется Выстоять Здесь Ребят Я Удивлен Два раза Не ходят Ну и Естественно Сейчас Баксер Сток Мне накажут Здесь Очень Сложно Если бы здесь Они были бы все У меня сотового уровня Я бы этот Этот эпизод Просто прошел бы Знаешь как Ну ура просто С высоко поднятой головой А так как у меня Все Восьмидесятого уровня были Не считая Баксера Стокмана Конечно же Тут шансов Очень Очень Мало Ну что А мы с тобой Тогда идем Конечно же Ребята На турнирную Арену В данный момент Я в лиге мастеров Одна звезда Ранг я имею Тридцатый Меня такой расклад Совсем не устраивает Поэтому Сегодня Можно Попытаться Попасть В Мастер Три звезды И не то что Можно А я тебе скажу Даже больше Нужно Ребята Нужно нам Туда сегодня С тобой Попасть Но здесь Нужно наверное Делать Перестраховочку Перестраховка Заключается в чем Ребята Есть у меня Один очень сильный Персонаж Например Это будет Армагон К нему И я беру Трех слабеньких Но так как здесь Уровень Шестьдесят Шестой Шестьдесят Седьмой Шестьдесят Девятый И так далее Семьдесятый Здесь Армагон Наверное Один не справится Это я предполагаю Он может конечно И справиться Но Я беру сюда Подстраховку Кто так Подстраховка Это Среднее звено Есть имба Который Вот Видишь Соточки И есть Среднее звено Это вот Типа Джастина Зека Железноголового Но у каждого Есть своя инициатива Кто-то ходит Сразу же После Армагона А кто-то Может ходить После Хана Вражеского Например Героя Тут нужно Как говорится Можете взять Провокатора Рокзара С ним вы Точно Не прогадаете Потому что Он сразу же Встанет в провокацию По-моему Сразу же После Армагона Ну Армагон Здесь Сто процентов Уничтож Даже Первый Ребята Ты посмотри У него Инициатива Лучше Даже Чем У Армагона Что дает Нам сразу Примечательно На поле боя Потому что Мы встаем В стойку И ни один Из этих Хохломонов Нас Не сможет Пробить Не считая Массовых Атак Ну что же А мы с тобой Бросаем валун Это массовая Атака Которая Наносит Огромный Урон И ты Сам Видел Только Что Результат Этого Урона Все Слегли Ну а Мы с тобой Спокойненько Проходим Дальше То есть Армагон Действительно Подтверждает Звание Того Что он Один Из Сильнейших Персонажей И это Еще он Не сотового Уровня А до сотового Уровня Нам Чуть Чуть Не хватает Чтобы Его Прокачать Также Нам Чуть Не хватает Чтобы Перейти В Лигу Мастеров Две Звезды Так что Будем Стараться У нас С тобой 19 Откатов Я думаю Что этого Более Чем Достаточно Чтобы Сегодня Сделать Неплохой Рывок Ну что Я беру Опять же Армагона Я возьму Для подстраковки Тигра И вместе С ним Я возьму Вот этих Ребят Ну Я тебе Хочу Сказать Следующее Ребята Здесь Сейчас Большие Риски Потому что Здесь Есть Леонардо Если Он Не упадет Вот Именно Леонардо Он Захиляет Эту Команду И все И мы Поплывем Сейчас Все Зависит От Армагона Вот Именно Этого Ребята Я и боюсь Хотя Постой Есть еще Шанс Шанс Был Я бы так Сказал Теперь Уже Нету Теперь Нас Разберут Вот Они Что Делают Они Начинают Уничтожать Сразу Слабых Всех Моих Персонажей По Возможности И все Это Из-за Леонардо Армагон Не смог Его уничтожить И за Это Я Расплачиваюсь Естественно Мои Вот Эти Персонажи Ничего Здесь Сделать Не Смогут Абсолютно Ничего Попробую Конечно Сейчас Уничтожить Леву Получается Теперь Попробую Пробить Что Маловероятно Нашего Кабана Постепенно Урон Так Смотри Здесь Нам повезло Ребята Здесь Как ни Странно Рафаэль Космос Выдержал Атаку И Уцелел Он Не упал Ребята Блин Ну это Конечно Да Армагона Ну Ребят Я не думал Что Тигр Будет Ходить Фиг Знает Когда И Фиг Знает После Кого Вот То есть Моя Тактика Здесь Не Сработала Она Бы Сработала Если Например Я Взял Усаги Усаги 100% Если Даже Не Смог Нанести Офигенный Урон Он Б мог Со 100% Ну Не 100% Там 70 8% Вероятности Повесить Постепенный Урон А еще Была Моя Вина В чем В том Что Я Взял Именно Вот Эти Уровни Если Бо Я Взял Бо Хотя Бо Вот Эти Мы Здесь Выжили И Получили Бо С тобой Как Говорится Три Звездочки Идеально Прошли Никто У нас Не Упал Я Решил Повыпендриваться Вот К чему Все Это Привело Ну Что Сейчас Усаги Будет Естественно В гневе Мстить Всем Нашим Обидчикам Так Майки Делает Танцы Паукус Ну Я думаю Наверное Бросит Паутинку Ок Этот Хиляет Что Ему Еще Остается Делать Рокстеди Ну Тут Ребята Наши Юниты Как говорится Не такие Слабые 60 уровень Все Это Нормуль Зачем Я Гранату Бросил Надо Было Надо Было С Гранатомета Бомбить Ну Что Давай Уничтожим Паукус Ты сможешь Пробить Ну Его постепенно Урон Убьет Хотя Нет Усаги Усаги Все-таки Добивает Его Ну что Друзья Мои Ну тут Все хорошо Получилось Ну опять же Как-то Вот Чего-то Не хватает Видишь Как-то У нас Долгий Бой Затяются А раньше Я Применял Супер Святую Комбу Это Леонардо И Усаги Но Сейчас Я хочу Немножко Поэкспериментировать Потому что Ну как бы Та комба Это Безоговорочная Победа Ребят Жанар Давай Возьмем Жанар С тобой Наверное Вот И Усаги И Лео Это Бескомпромиссная Ребят Команда Которая Уничтожает Все на своем Пути И С ними Можно Делать Все Что Угодно Но Я тебе Скажу Следующее После 75 Уровня Есть Шанс Что Они Могут Не добить Одного Из Врагов И Тогда Полетят У нас Головы Если Они Начнут Бомбить Наших Слабых Персонажей Поэтому Это Всегда Нужно Ребята Иметь Ввиду И Не забывать Вот Здесь 100% Победа Даже Если Лео Всех Не Подбил Они Отдуплились Именно От Постепенки Ну Что Ж Думаю Я Досконально Уже Вам Объяснил Это Все Хотя Все Кто Смотрит Мои Выпуски Уже Это И Так Прекрасно Знают Но Понимаешь Есть Новые Ребята Каждый Раз Когда Читаешь Комментарии Или Еще Что Нибудь Я Новый Подписчик Объясни Мне То 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 Вроде Б Хочется Сказать Иди Посмотри С первой Серии Как я Начинал А потом Прикинул Ты Представь Ему Смотреть 500 Серий Но На самом деле Там Достаточно Посмотреть На первую Сотую Серию И тебе Все Станет Ясно Потому Что Остальные Серии По большому Счету У нас Идут Больше По Повторке То Там Мы С вами Набиваем ДНК Мы С вами Делаем Какие-то Продвижения По Испытаниям Ну С каждым Разом Что-то Что-то Постигаем Мы До сих Пор С тобой Что-то Постигаем В данный Момент Все Прекрасно Знают Что у Меня Задана Цель Прокачать Всех Персонажей В Платиновый Ранг Так же Как и В Тавер Конквест Многие Спрашивают Рэй Тебе не Доело Играть В Тавер Конквест Ты же Типа Его Прошел У тебя Повторяются Уровни Я еще раз Объясняю Ребят В Тавер Конквест Я играю Потому что Мне нужно Прокачать Всех Моих Бойцов На Пять Звезд Вот Такой У меня Челлендж Понимаешь Всех Прокачать Имбово Как только Прокачиваю Если нет Никакого Нового Контента Я успокаиваюсь Это у нас Было С тобой Вспомни Игру Вперед На Зобий Войну Я сказал Ребята Я прокачиваю Всех Персонажей По Последнему слову И Проходим С вами Все Эпизоды Все Я это сделал Я еще Немножко Потом Задержался Потому что Там Выходили Персонажи Новые И Мы с вами Играли Там На Арене Но Потом Все Нового Контента Там Не Появилось Новые Персонажи Вводить Перестали И Поэтому Я туда Ушел Ребята Понимаете Вы говорите Вернись Вернись Ребята Я бы с удовольствием Туда бы Вернулся Если бы Хотя бы Ввели бы Новых Персонажей А Лучше всего Новые Территории Вы думаете Мне Играет А не нравится Нравится Я бы С удовольствием Вернулся И продолжил бы Играть Понимаешь Ну Топтаться На месте Тоже Не Как бы Ну Нет смысла Все прокачано Понимаешь Все территории Пройдены И все прокачано Причем Идеально На 3 звездочки На всех уровнях Сложности Понимаешь Поэтому Вот так вот И многие Сейчас говорят Рэй Вернись В Динобэш В игру Ребят Я бы с удовольствием Вернулся бы В Динобэш Если бы Они починили Ледяные снаряды Вы же прекрасно Видите Что там творится Там Какая там Жуть идет И у меня Извини меня Последние Вот эти вот Динозавры Ледышки И тому подобное Они же стреляют С льдом У них Смысл Заморозить Задержать Врага И мы уже Будем разбираться С ними Но если Извини меня Ледяные снаряды Просто пролетают Мимо И я не могу Ничего ими сделать Как же я тогда Буду играть Понимаешь Ну пройду я там Один уровень Фиг знает Может быть Мне даже придется Там покупать Волуны За реальные деньги Я пройду Ну а дальше Дальше ты дойдешь До такого Где Просто тебе Никто И ничто Не поможет Поэтому я Разработчикам Еще тогда Писал Когда они Меня обратно Пригласили В эту игру Сказали Ты типа Играл Будь добр Вернись В эту игру И я вернулся Но дело Это немножко В другом Я им написал Ребят Ну вы почините Пожалуйста Вот эти вот Баги Которые у вас есть Они сказали Да-да Мы все сделаем Наши уже Ребята Над этим работают И шиш Ничего Они не починили Я недавно Заходил Все как было Так и осталось Ребята Если вы увидите Что эти баги Исправлены Именно в дополнении В новой версии Это уже будет После сотого уровня До сотого Все работало идеально Все эти снежки Все это работало Заморозки Но после сотого уровня Это все перестало работать И соответственно Потеряло смысл Вот Сейчас хочу Ребята Реанимировать игру Вы помните Да Такую Которую я играл Очень долго Это Сват Против зомби Вы очень Просите меня И вернуться в нее И продолжить играть Я ребята Думаю Что вернемся Но Будем мы с вами Проходить уже Дневные И ночные режимы Потому что Мне нужно там Прокачаться Хорошенько Я не могу дальше Проходить больницу Эту Псих больницу На том ранке На котором я нахожусь Мне нужно прокачать Снайперов Мне нужно там Прокачать Тех 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 Но для этого Для этого нужны деньги Понимаешь Для этого нужны Ресурсы Это мы же играем Чтобы без доната Понимаешь Донатерам Все намного проще Они покупают Они приобретают И это В Ривенгарде Ты тоже прекрасно Видел что творится Я ребята Донатить Покупать гемы Не собираюсь Возможно Месяц Может быть Неделю Может быть Две недели Видосов не будет По этой игре Но это не потому Что я забросил эту игру А потому что Я не могу пройти Один уровень И показывать вам Дальше Контент Что там происходит Ты видел Да Я показывал тебе Ребят Которые имеют 35 тысяч мощей 35 тысяч мощей Это Это для меня Ребята Просто Заоблачное Я больше уверен Что там есть И посерьезнее И по 50 И по 90 тысяч Слава богу Мне такие еще Пока не попадались Но ты просто Представь Вот Сколько я играю Это невозможно Сделать Без доната Невозможно Купить таких персонажей Которых ты Фиг Где найдешь А у него там Извини меня Уже всадники Апокалипсиса Самые топовые Там легендарные Персонажи И как вот Это хорошо Что Знаешь Вот я хочу Сделать сейчас Небольшое отступление Помнишь Когда ты с тобой Мы давно Играли в игру Хасл Касл Помнишь Да Как у нас Все хорошо Начиналось Да Когда у нас Были русские Сервера Когда на них Играли чисто Русские ребята Да Когда не было Объединения С европейскими Серверами И тому подобное Ты помнишь У нас все Было идеально Да У нас Рубль То есть В магазине Товар стоил Ну грубо говоря По нашим ценам Ну для нашего рубля Это было приемлемо То что можно было Там купить в магазине Там премиум пак И так далее Когда они объединились С евро Серверами Извини меня Наш рубль Сравнивать С их Долларом Как они там начали Там сразу видно Извини меня Эти немцы Американцы Они там Прокачались Просто до охренения Ты видел Да Я тебе Если не видел Ты можешь посмотреть Что там Творилось После обновы Какой там пошел Трэш Там невозможно Было ничего сделать Если ты там Хотел выживать Ты должен был Вбухивать Такое бабло Что мама Не горюй И по чесноку Ты там Фиг Что сделаешь Я это к чему Вообще говорю Ребят Что Если играть Без доната Это очень долго Нудно Скучно Но С другой стороны Ты понимаешь Ты задонатил В игру Да Ты ее прошел Она тебе уже Неинтересна И деньги Которые ты в нее Вложил Они просто сгорели Да Тут ты тратишь Свое время Я не спорю Ребят Ну извините меня Я этим занимаюсь Я снимаю игры Это как бы Мне так и положено Сделать Мне это не влом Понимаешь Если вот захотите Там например Какой-то там Донат Вот например Растение Да Против зомби Два Я вам обещал Что каждый месяц Новый Каждый месяц Новый Мы будем приобретать С вами Определенное растение Извини мне Я не считаю Что в месяц Мне потратить 100 там сколько 120 или 160 рублей Это прям так трудно Конечно же нет Ребят Тем более вы помогаете Сейчас будут стримы В дальнейшем Я надеюсь В дальнейшем времени Их станет Больше Они станут Интереснее Они станут Лучше Я по крайней мере Надеюсь на это Но видишь Опять же Проблема с интернетом Вот сегодня я тебе говорю Не могу выложить Видосы 8 8 видосиков У меня подготовлено А выложить не могу Потому что сбрасываются Понимаешь Нету стабильности Вот это вот Меня раздражает Очень сильно Так ну что Вроде бы Высказался Отвел так сказать Душу Высказал свое Небольшое недовольство Вот Как мне этот Илюха написал А че ты играешь В это В Кэт Фишер Ребят Я считаю Что нормальная игра Довольно веселая Понимаешь Есть игры Простенькие Выглядят Детски Да Но в них весело Играть Тот же самый Блон с ТД Ну это ТДшка с шариками Она же прикольная Когда обезьянки Бомбят шарики И я бы не сказал Что она детская Она Очень сложная Особенно потом уже В будущем Так можно сказать Про любую игру Даже Динна Пэш Да Которая считается Детской игрой Пускай вот ребенок Поиграет в нее И пройдет Да он офигеет Проходить ее В поверне Поэтому нельзя Называть эти игры Детскими Нельзя Это игры Просто возможно С графикой С такой супрощенной Кажется что детская Но Она далеко не детская Так ну что Гена Гена этот уже Фиг знает сколько раз Мне попадается на глаза У нас с тобой кстати Откаты все кончаются И кончаются Я уже Я так заговорился Что я даже не знаю Где мы сейчас находимся В каком ранге И этот И что Делаем Поэтому многие ребята Там говорят Рэй вернись В Хасл Касл Ребята А смысл Смысл Ты представляешь Сколько прошло времени Мне уже там В любом случае Ничего не успеть Ничего не сделать Нет Я могу еще вернуться В Fallout Shelter Быстрее даже вернусь Чем В Хасл Касл Так что Как бы без обид Да и к тому же Ты прекрасно знаешь Что у нас Очень-очень много Выходит игр За всеми Не успеть Вообще никак Ребята Вот меня сейчас В последнее время Торкнуло Играть в стратегии Представляешь Я за кадром Играю в целевизацию Ты не поверишь И очень прикольная игра Между прочим Я вот сижу и думаю А стоит ли ее Снимать на своем Втором канале А не Спугнули я Своего зрителя Этими стратегиями Понимаешь Мило Хотя Мой принцип Ребята Играю То Что мне нравится Вот Тихо Что-то мы тут Промахиваем с тобой Так что Как-то вот так Ребята Это я вкратце Вон Высказался Есть еще Подписчик Как же его звать Данил Дания Он По-всякому Он там называется Он уже Весь чат Мне прожужжал Ребята Он Постоянно спрашивает Какие игры На каком канале Будут выходить Я ему пишу раз Пишу два Пишу три Вон А можно поточнее А можно время А можно это Ребят Как я могу вам сказать Поточнее Как я тебе могу сказать Ну Скажу я тебе в три часа Да А вдруг у меня какие-то дела Уйду Или еще что-нибудь А вдруг я пойду на улицу И новости сломаю Ну всякое же может быть Как я тебе могу что-то обещать Со стопроцентной гарантией Да ничего я не могу тебе обещать Я могу тебе сказать приблизительно Да Сегодня выйдет такая-то Такая-то игра Планируется по крайней мере выйти Тебе только остается ждать У тебя есть Оповещение Колокольчик И все там подобное Как только этот видосик выходит У тебя сразу Приходит сообщение Все Если колокольчика нет Значит ничего не вышло Хотя бывает сейчас в последнее время И колокольчик ребят не срабатывает У многих Ребят вот они жалуются Что видос вроде бы вышел уже давно А он обещение не получил Я не знаю с чем это связано Если честно Я не знаю У меня лично вот на всех ребят На которых я подписан У меня всегда колокольчик Выходит То есть я в мобильник поднимаю У меня там От таких-то От таких-то ребят Вышли новые видосики Все Так мы кстати с тобой Сейчас уже зайдем В Лигу Мастеров 3 звезды И это круто ребята Как раз я потрачу Наверное Свои последние два Вот этих отката Так Кто это такой Не знаю И знать не желаю Так стоп Давай Криса Брэдфорда возьмем Ну да Да ребята Слушай А сегодня в принципе Мы неплохо поиграли Я наверное больше Проболтал А ты знаешь Что я тебе скажу Я когда болтаю И играю Да Я отвлекаюсь Я отвлекаюсь от игры И она проходит На одном дыхании у меня Понимаешь Я не заморачиваюсь Вот А когда я поглощаюсь В игре Начинаю что-то Переживать Что-то там Этот Надо Надо почаще Отвлекаться Вот что я тебе могу сказать Почаще Так Ну что дорогие друзья Я вот думаю Что на этом В принципе Можно и закругляться Потому что Мы с тобой Прошли все режимы Мы с тобой Прошли арену И единственное Что нам с тобой Осталось Это Поднять левел Кому Правильно Нашему Армагону Вот он И он у нас Уже имеет 94 уровень Еще 6 Левелов Ребята И он будет Соточкой И это будет Хотел сказать 100% персонаж Нет ребята 100% персонаж Будет Когда вот здесь Будут семерочки Понимаешь Вот когда здесь Будут семерочки Вот это будет 100% персонаж 100 уровень Все платиновые звезды И Скиллы прокачаны До 7 уровня Вот это Называется Топ Перс Пока Пока этого Нету Я не могу Сказать Что он Полностью Прокачанный Я могу Назвать его Имбой Так как Он для своего Уровня Очень Очень Сильный Но я не могу Сказать Что он Полностью Прокачанный Как то так Ну что Дорогие друзья А на этом Я буду Закругляться Всем пока Всем удачи И до новых Скорых Видосиков